Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбра, и это вторая часть нашего прохождения за пиратов. Смотрите, что нашел. Снизу четвертый пункт. Как только их королевство становится достаточно велико, пираты могут отринуть путь грабежа и выбрать следование официальной религии. Я не знаю, что это такое, но я хочу на это посмотреть. То есть мы можем и религию поменять? Ну, я не прочь взять какую-нибудь там валерийскую религию, чтобы еще процентки поднять. Но пока будем наслаждаться пиратской религией. Что я сейчас хочу? Во-первых, я хочу вступить в культ Звездной Премудрости и напасть на Саладора Саана. Он уже закончил войну на севере и немножко потрепан. Тысяча из четырех тысяч у него. И это, кстати, можно использовать. Я хочу напасть... Во, что это? Мы просто нападаем, побеждаем в войне. Он теряет 100 престижа и все, мы ничего сами не получаем. Только забираем у него престижи. Ну ладно, ну нет, это нам не надо, нападаем за эти две провинции. Все, и вассалф можно тоже поднять. Вообще, в идеале, что делать? В идеале, это вот так вот взять кораблик. Мы сможем посадить? Посадить. Оп, сюда. И здесь вот скинуть их. Оп, хорошо. Здесь простор для мобильности очень... Так, ладно, этих уберем. Очень-очень велик с этими кораблями. То, что островков много. И мы можем вот этими кораблями туда-сюда прыгать. Очень ускоренно. А то пешком, конечно, между островами долговато. Так, а вообще... Куда вы там идете? Зря кораблик? А, нет, убрал не зря. Хорошо, соединяйтесь. И давайте... Подождите, вы чуть ближе подойдите и нападаете. 22. О, в тюрьму отправляется. Слушай, ты хорош. А ты реально хорош. Я бы тебя поработил. О, отлично. Слушай, а мы тебя скрестить не можем ни с кем? А, мы же ту дамочку продали. Черт, мы же ее продали. Не, я бы тебя полководством бы на самом деле сделал. Так, раб отличился в лагере. Ну, окей, окей. Два мужика, блин. Мне женщина нужна, чтобы их размножать. А, подождите, лекарь-то у нас есть. А, служить при дворе. Ребенок развивает свои навыки. Мораль отряда поднята 8%. Измотан войну 4%. Да, это, кстати, хорошая штука на самом деле. Девятка. А здесь 12 есть. Это будет даже лучше. Будем больше получать монет. 15. Ну, ты здесь будешь. Хорошо. А, нету мастера на шептунами? Блин, это от Лая Лис, но... Климент. Такие отношения и Лая Лис сразу. Фига себе. Чем можно что сделать? Можно тебя скинуть. Поставить вот это. Как-никак, он реально хорош. Посмотрите на это. Но тебя, наверное, лучше сделать полководцем, я так понимаю. Верно? Давайте опустимся вниз. 7. И сделаем тебя полководцем. Как-никак, у тебя навыки очень хорошие. Да и меч еще есть. А, он только престиж дает. Ну, ну ладно. Ну, зато ты... А, хотя нет. Оно еще дает. Владеет оружием из валерийской стали. У меня него стало в плюс 5. Военные и личные боевые. То есть, оно решает кое-что. 40. Слушай, там такой мужик. Может, стоило его подороже продать? Черт. Надо бы все-таки цену набить. Поторопился? А тебя? Ну, ты такой. Тебе за 40 можно отдать. Хорошо, деньги повышаем. Вообще, стоит их сейчас пока на наемники держать. То мало ли, что у нас кто-то может напасть по антипиратской войне. Ну, или фермерские хозяйства сделать. Я думаю, немножко стоит раскошелиться и построить фермерские хозяйства. Мелкий представитель Кинжальное озера. Знаете, вот уже неделю гостит в пыточных глупых землях. За это время он до чертиков надоел всем. А, ну это стандартный ивент. Избавимся от него просто. Господи. Прочи некуда. Так, ты отношения еще повышаешь. Блин, чувак, ты хорош. Семерка и нормально ты так. Так, а ты работай. Потому что нас там уже пытались убить. Но я так понимаю, ты спалил их? А, уже... Что? Сила заговора минус 6%? Это насколько нужно быть убожеским, чтобы... О, так ты, кстати, была женой. Я что-то сразу не обратил. Ты была женой нашего сводного брата Монфорда. Оу. Так. Подожди, ты что... Ты состоишь в культе этом? Ну, вообще, это копия культа сатаниста. Просто чуть поменяли кое-что. И ты в нем состоишь? Фига себе. Так, ну деньги мы тратим пока. Войска, хоть они и фиговые, но стоят дорого. Так, а здесь, конечно, можно взять черту жадный и национальный уровень налогов поднять. И минус один дипломатии. Стоит ли это того? Да, дипломатия, конечно, единичка, но... Но, 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 но. Больше налогов. Конечно, 10% это не так-то и много, если это 10% от того, что мы получаем. Но когда доход увеличится, это нам сыграет на руку. Так, Сарвадорчик. Ты, как здесь у нас? И этот, кстати, не твой, теперь вассал. А где-то у наследования идет 3 человека, но мы их не уберем. Мы их не уберем таким образом. Ой, я фигню сделал. Нужно было один день подождать. Черт. Нужно было один день подождать и тогда уже распускать войска. Мы сейчас их всрали, короче. Их нельзя было распускать. Ой, господи. Короче, когда вы захватили какую-то территорию, ждите один день. И тогда распускайте. Я сейчас поторопился и фигню сделал. Хорошо, но их, короче, нужно сейчас отпустить, потому что... Нам придется с ним дружить. Даже наложницу. А выкуп можем? Нет. А этой выкуп? Тоже нет. Ну ладно, фиг с ней. Тюрьма 2 человека. Этому выпустим. А вот ты. А, это... Что-то титул-то такой. Квахорская и... Весьземельный титул. Ты воюешь? С этим. Класс, и ты у нас здесь. Ой-ой-ой. Ну ладно, сиди у нас там. Ну хорошо, хорошо. Это из культа, чувак. Так, Костыряна. Ооо. Так, все, мы сейчас, надеюсь, сработает и мы его титул заберем. Хорошо, взор провинции. Мои васалы отказались верить в сфабрикованные доказательства измены лорда Ператориса. Хотя схема не удалось, по крайней мере, нет никаких доказательств моей причастности. Блин, ну поэтому я не люблю ее. Тут шанс, конечно, маловато. Так, мы спарились с ней, да? Ооо, это, кстати, неплохо... Господи, я бы с тобой брак заключил. Черт, слушай, это тебе можно? А, так ты у нас сейчас в предваре, да? А наложница тебя не сделает? Или только можно повысить, да знаете, можно даже? Наложница нужна только этих рабов. Я же ее попросим. Ну ладно, если жена склеится, ты будешь следующая на очереди. А то она... Ой-ой-ой, какая ужасная. Вообще мне... Ой-ой-ой-ой. Ну нафиг такую жену, конечно. Еще 33 года, она вообще старая. Нам размножаться нужно, а она фигню страдает. Плохо, когда твоя жена владеет землями, потому что она может быть полководцем. А это плодовитость уменьшает. Что-то приношение святого. Где я могу достать? Ладно, давайте глянем, что за культом. Кто глава? Мужик из Мейрина. Фигаси. Ну здесь, конечно, маловато людей, но ладно, окей. Будем дьяволы поклонниками. Итак, получается... А, вот еще остров остался. Его тоже нужно захватить. И, можно сказать, мы все острова на ступенях захватили. Только, блин, жалко. Потеряли эти войска, но они вроде должны быстренько выполниться. Само так тупануть. Совсем забыл про этот баг. То, что нужно один день ждать, прежде чем войска распускать после войны. О, плюс 10 боевому духу войск. Оно, кстати, нам здесь пригодится, потому что мы напали очень и очень криво. Хотя, вон, победили. Вы одолелись от своих людей в хаосе битвы и только что пришли в себя и огляделись. Вы оценили обстановку вокруг и только решили пройти к своим, как увидели, что лорд-пират Нарбо порвался через ряды врагов и набросился на вас. Ом... Оказывается, как? А я ведь и не знал. Я думал, это такая заглушка. Оказывается, телохранители могут нам помогать в битвах. На самом деле, мы силен. У меня четверка готов к все смерти. И беги. Класс. Ой-ой-ой, господи. И у нас не хватает войск, чтобы осадить эту провинцию. Супер. Выводим домой их и копим. Купить лояльность? Что? Ладно, окей. Ясно. Можно даже освободить их и... И нафига, честно говоря. Нафига это делать? Гвардию пока не будем. Уйти под поле. Кто нас там еще пытается убить? Господи. Да тут минус 6% шансов. Серьезно. Нафига мне прятаться? Конечно, нужно будет ждать. Черт. Так слить войска. Это тут только я так умею. Ну, остается только тогда ждать. Пока можно использовать войска наших вассалов. Так, отличился. О, Райнара. Райнаров маловато осталось. За 40. Ты че, это эксклюзив? Бери за 40. Построилось здесь? 40. Построилось. Хорошо. Учебное поле бы еще построить. 65 стоит? Или город при замке? Да-да, город при замке нужно. Все-таки нужно экономическую составляющую повышать нашего государства. Потому что долго не уйдем. Таким образом. Харенхол. И здесь правит у нас крестный трезубец. Петербейлиш. Так, ну, это она умерла. Кстати, они же вроде бы до конца брака не заключили. Или заключили. Ну, она висит, короче, здесь. А это кто такая? Какая-то... Совсем. Где ты такое нашел, мне интересно? Что это, господи? Ради чего? Ну, ладно. Ботаны здесь все еще сидят. Уважаемый. 61 страха. Хотя я бы его боялся точно. А ночной дозор, глядите, держится. Почему? У тебя 7000 войск. Ого, какой ты, кстати. Страшил такой. И где ты сейчас? А ты что войска-то увел? Ты что войска увел? Но против зимы поднялся Дорн. А Крастер поднялся. Верховный Септон даже. Фига себе. В фильме Септоны колеблются. А здесь бах, и сразу согласились. Подножки клинков мороза. Ну, почему-то он еще войска увел. Окей. И Дорн, интересно, приплывет туда? Что-то он рядышком. Хотя он войска увел. И, блин, будь у нас войска, которые мы не всрали благополучно, мы могли, наверное, напасть на Дорн. Хотя, этот чувак... О, так у него денег совершенно нет. Блин, я сейчас, конечно, ломаюсь. Но войск реально мало. Мы даже просто не осадим эту крепость. Мы просто ее не осадим. Хотя сейчас шанс такой, что, блин, могли бы мы напасть на Дорн. Но лучше не торопиться, потому что сейчас слить это проще простого. Подземелье. Я бы... А, нет, мы абициозные. Ну, стать бы справедливым, чтобы поднять еще управленки. Хотя бы до четверку отчину поднять. Так, а мы еще работаем над заговором-то? О, еще один Райнар. Офига себе, где вы их находитесь? Заговор слетел, класс. И у тебя же наследники начали появляться. Слушайте, может, это промо тебя убить, а потом и сына твоего. А вот тебе денег дадим. Дорого? Пятнадцать. Потому что дети, как бы, совсем неопытные. У них нет ни навыков, ни престижа, ничего у них нету. И поэтому никто их любить не будет. Здесь такое же не получится. Хотя у тебя сын тоже. А, батя умер. И черт, батя, кстати, был четкий. Утверждаем план. Надеюсь, у нас все получится. Давайте ускорим время. Отлично. Так, а сейчас... Подожди, ну ты же такой ребенок. Ты же должен получать модификатор какой-то. Вроде бы там есть модификатор. Если у тебя мало дипломатии, или военки, или престижи, или ты не грозный воин, то... И сыщу и ребенок. Ты получаешь модификатор какой-то неприятный, но здесь его не вижу. Может, он потом появится, но... Процентом неинтересно. 452. А сфабликовать то, что ты против нас там что-то имеешь, мы не можем... Да, тебе два годика. Никто не поверит, конечно. Окей. Давайте, пробуем тебя убить. Шанс, блага, огромный. Думаю, все у нас получится. Жалко, потеряли, правда, еще немного войск с фасал, за то, что как бы погиб он. 140. Ну, зато сейчас получим 1000 войск с этой провинции. А, отлично. Просто супер. Сколько у нас? Теперь 2000 и 1500. Ну, ладно, они перешли к нам вот сюда. В итоге, можем мне 2000. Это реально очень-очень много. Утверждать план? Подожди. Не надо утверждать план, мы же уже закончили. Это кого хочешь убить? Этого? Не надо ничего утверждать. Алло, мы же закончили. Совет? Не-не-не, простите. Слушай, а ты же грязью сейчас занимаешься, тоже кого-то хочешь убить. А мы же тогда можем отзвать титул. Ну, а тебя в тюрьму заключим. А что, значит, присоединиться? А к заговору убить этого? Нет, нет, его не убьешь. После войны, кстати, он реально жесткий чувак. Бак. Реально четкий. Малин бак. С такими слотами тебе можно общить кем угодно. Ну, кроме жреца сделать. О, 23 монетки, класс вообще. Наконец забеременел. С делами нормального пацана. Мой нас линк должен стать лучше. Сколько у тебя там? Ну, догони военка еще немного. Че-то какая-то, е-мое. Или 500 престижи. Подожди, что я сейчас вижу? Теперь ты в тюрьме. Ох, ёканый конь, чтоб меня... Нормально, и искусственный интеллект смог, а я не смог. Это Эйган, гриф, молодой гриф вроде бы. Он есть только в книге. Фильм его не добавили, потому что, понятное дело, там такая загруженность была бы, что у всех бы мозги кипели. Короче, это Эйган, который объявил себя сыном Рейгера и начал вторжение в Железный Трон. Его, кстати, там поддержали много из эсэсов всяких организаций, там банд. И в итоге он с небольшим количеством войск смог... Хотя у него здесь есть и... Где-то здесь был чувак, который тоже его подержал. На Каллингтон вроде бы, или как-то так. Что-то Каллингтон, который был его наставником. Ну, в общем, он выиграл. И ты в тюрьме у этого, а ты в тюрьме... Нормально. Он узник его, а он узник его. Слушайте, а вы можете как-то договориться там? Подожди, а ты король чего? Штормовых земель. И твоя столица драконим ко мне. Подожди. А что с Шириной случилось? Блин. Эйген казнил ее. Я думал, Томин ее казнил. А Томин еще красавчик ее не казнил, а казнил Эйген. В 17 лет она умерла. Слушай, чувак. На сегодня у тебя Дейенерис, да? Дейенерис, а ты захочешь забрать Железный трон? Смотри, ты сейчас умиринься, да? Верно. Ты захочешь забрать Железный трон? У своего племянника. Потому что, конечно, она могла заключить с ним брак. Вот в чем дело. Ваш подчиненный Салдор Сан умер, не оставив себе преемника флота Северной ступени. Большинство его капитанов подчиняется непосредственно вам. В смысле? Ты умел, но у тебя есть наследник. Вот этот. Все ему подчиняются. В чем дело-то? У тебя наследник будет этот. Ну, короче, ты, блин. Тебе тоже нужно будет вот так вот сделать. И пока не можем. А 13 лет тебе, класс. Уже борода есть. Прямо как у меня. В 13 лет. Так. Мастер над законами. Блин, такие ужасные, конечно. Это вообще полководец у нас был. Ладно, будет так. Все, бери скорее эту пробку. Три из трех у нас сейчас. О, сделать встречный шаг. А твой сын, он вообще отсюда? Он же не знает, что это мы и убили его. Ну окей. Как-то странно получается. Аж неудобно. Ну ладно. Можно этого. Что ты хочешь? Непонятно. И все. Можно завербовать в культ раба нашего. Не, спасибо. Я не хочу так. Выдвигаем требования. Отлично. Так. Смотрите. Не, все вернутся домой. Почему там этот баг был? Непонятно. Сейчас все вернулись домой. Ой, обожаю красотеркинс 2. Так. А вот слушай ты. У тебя наследнику что-то какой-то другой чувак. Ну, подожди. А это у кого? А это у этого. Господи. Квост там интриги происходят? Ну, наследник у тебя другой. Это мне не особо нравится. Я надеюсь, что оно поменяется на меня. Так. Дорн. Это 8 тысяч войск. У нас 4 тысяч. У нас есть, кстати, деньги даже на наемников. А на их содержание вряд ли будет. И что за война? М, Мандерли. Мандерли, Железный Холм, Рунный Камень и остальные, которых я не знаю. И Кархолд тоже объявили войну. Ну, ой, какие же вы все слабые-то, божечки. Ну, вы не осилите. И, кстати, Трезубец таки зашел сюда. И забрал он эти земли. Ну, ладно. Опять Райнары. Я не знаю, откуда мы берем столько Райнаров. Но со сном одни Райнары. Сынок родился. Ой, как и так. Хейрис? Может, другое какое-то имя? Рейкар. Веймонд. Эйгар. Не, звучит Сейган, некрасиво. Эймон. Рейкар. М, Мэйрис. Джейкар. Отерис. Бейлор. Сэфта Бейлор так созвучит. Ну, Бейлор, ну, красиво звучит. Пусть будет Бейлор. И будем тебя, конечно же, воина гнать. С самого рождения. Надеюсь, ты тупым не станешь. А то обычно так у меня и происходит, когда я обучаю людей воина. Пиратский капитан, мы имеем 800 престижа. Точнее, 900. Но почему-то здесь еще висит 8 уровень. И плюс 20 в боевом духу войск. Это четко. Так, и ты напал. Война поддержка претендента. На Томина напал. А, то есть они хотят еще и Эйгона поставить в штормовые земли. А что с ним такое? Объявлено недиспособным? А, наверное, потому что он в тюрьме. Или фиг знает, короче. Ну, они хотят Эйгона еще и сюда поставить. Что в этом мире происходит? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю. Так, а ты где сейчас находишься? Все, вы пошли на зиму, но... Я-то знаю, что... Он будет истощаться. У него войск может просто не хватить. Пока идут воины, ты слабак, чувак. Я, возможно, думаю, в следующей серии можно на тебя напасть. Но пока я сомневаюсь. Ты реально жесткий. Можно 5 монет получить или забрать себе? Нет, заберем. Слушай, а скрестить можем тебя? Не можем. У нас что, одни женщины, что ли? У нас одни женщины. Так, теперь он наш наследник. Отлично. Так, а ты там как племянник-то поживаешь? Штормовая из стран, да, домик у тебя? Отсюда, да? Ну, окей, удачи тебе. Удачи, конечно, я бы хотел твои земли забрать себе, но можно вообще с тобой союз, но из-за отношений, конечно, рассудить легитимность можем. Ну, блин, все-таки как-никак племянник мой из моей династии, она очень скудная по количеству людей, но пока, я думаю, лучше не предпринимать ничего против него. Есть еще этот пацанчик. Но нас никто не любит, потому что мы пират. Ладно, ребят, сейчас посмотрю, сколько я записываю и к вам вернусь. Так, ну, в принципе, еще минутку можно записать. Оу. Серьезно? Мягкая зима в пыточной глуби. Как она до нас добралась? У нас же здесь теплые воды. Пыточная глубь, мягкая зима. Черт, это ж надо было такое? А деньги он не берет, да? Только ополчение. И в Дор не пускай появится. Давай и в Воландисе, где пустыня, пусть здесь. Ты что, приказываешься со мной, что ли? Серьезно? Это пустыня? Это юг? Самый нафиг юг? И здесь мягкая зима. А если здесь мягкая, то какая здесь зима? Здесь нормальная. Нормальная. А здесь как? Тоже нормальная. Здесь суровая. Ну, там Дорницы точно передохнут. Благо, хоть не только у нас этот модификатор висит, но в штормовых землях его нету. Там, надеюсь, доберется еще до наших врагов, и мы будем на равных. Хотя тут же Дорн, столько пустыней. Блин, мы же рядышком. И все равно у нас здесь выскочила эта фигня. Ну, вообще, можем Доргнуться в королевство. Можем, вполне. Я жду, пока ты истощишь свои войска, и мы сделаем все очень быстро. Я боюсь того, что мы не сможем осадить просто эту провинцию. И нам не хватит сил, чтобы закончить эту войну. Потому что мы продолжительные войны вести совершенно не можем. Потому что мы маленькое государство, и я еще войска слил в закоплывочное. И их нужно еще пополнить. Умудриться как-то. А с вот этим вот мы будем очень долго все здесь строить. Так, а прирост налогов? Ну, мы, конечно, за счет торговли рабами выходим. Конечно. Давай учебное поле ополчения построим еще. И здесь. Давай, везде. Кроме наших врагов. Везде у нас. Кроме них. Так, ну ты освободился. А ты нет. А ты нет. Ой, господи. Ну ты с Олешей, чувак. У тебя вообще денег нет. Ты стоишь в долгах? Господи. Наследник. Наш сын умер от вражденного заболевания. Это фигово. Так, тебе 36 лет. Ты ужасная. Ты об этом знаешь? Я еще немножко подожду. И мы будем думать. Потому что ты, ты реально фиговый. Мало того, что ты постоянно полководец. Из-за этого плодовитость минус 20. Так еще и мы полководецы иногда бываем. И поэтому мы не можем нормально размножаться. Так еще и ты и старуха, блин. Ну 36 лет. Ну скоро будешь точно. И в общем сложно очень. Мы можем ее развести с нами. И у нее наследником будет наша дочка. И мы разделимся получается. Ну короче посмотрим. Вряд ли дочка будет нормально править пиратами. Когда она карлик тем более. Ну ее наверное в расчетливость нужно гнать. А пока не будем обучать. Потому что не можем 5 лет ее еще. А не появилась возможность отправиться в путешествие? Нет. Я не знаю. Когда она появляется, когда она нет. Меня как-то немного это смущает. То что такое бывает. То есть блин. То нету. Девятка. Эгган. Давай-ка вот тебя. Ой восьмерка. Ну ладно. Для отношений пойдет. У нас так хватает полководцев. У нас не такая армия большая для них. Хорошо ребят. Пока мы на этом остановимся. Ставьте лайки. Мы стали безжалостными. Фига себе. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.